Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, вы знаете, я в это сначала совершенно не мог поверить, но телеграм-канал, не Малахов называется, достаточно известный телеграм-канал, здесь публикуют разного рода интересные материалы порой, материалы правдивые, всегда они находят свое подтверждение, но в данном случае, конечно, разочарование определенной степени присутствует, потому что совсем недавно у себя в инстаграм-аккаунте я выкладывал видео Игоря Яковлевича Крутого, где он идет по дороге, великолепное стихотворение, это, по-моему, из его или инстаграма, или еще с какой-то социальной сети, учитесь быть счастливыми и так далее, просто счастливыми быть. Ну, понятно, что у всех нервы нежелезные, все мы люди в данном случае, если это, конечно, правда, скрин прилагается, да, то есть посмотрели, и кто-то вот обнаружил, что называется, и заскринил. Все дело в том, что, насколько я понимаю, один из, значит, комментаторов в инстаграм у Филиппа Киркорова написал следующее «Филипп, а можно вас попросить, не могли бы вы передать Крутому, чтобы он шел на с эстрады с полным отсутствием музыкального слуха, как у него, можно только мацой с свиным салом у синагоги приторговывать?» Я, откровенно признаться, не знаю, что такое мацой, но, видимо, я понимаю, что это продукты питания какие-то. Значит, друзья, все дело в том, что, ну, что только не пишут, правда, что только не пишут в комментариях, и если на каждый комментарий реагировать, тогда лучше вообще не быть публичным человеком и, собственно говоря, не жить, если на каждый комментарий реагировать. Но, удивительнейшим образом, в комментарии пришел Игорь Крутой, пришел Игорь Крутой и ответил данному человеку. Судя по фото, по фото, это какой-то пенсионер, но вы знаете, что аккаунт можно, в принципе, поставить любой, однако же у нас есть название аккаунта «Александр3519». Можно зайти и посмотреть, собственно говоря, что это за человек. Так вот, Игорь Крутой, значит, Игорь Крутой 65, галочка, все как надо, заскринили в телеграм-канале, отвечает. И, конечно, с моей точки зрения ответ, ну, не совсем, не совсем, ну, для меня вяжется с образом Игоря Яковлевича Крутого. Вот послушайте, что пишут. Дорогой Александр, то есть он пришел в Инстаграм Киркорова и пишет. Дорогой Александр, значит, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам вас замуж. Скобочка открывается. Да-да, я не оговорился, именно замуж. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне, и, что очень важно, в подъезде, каждый раз, когда вы будете в него входить. Три точки. До встречи, дорогой мой пупсик. Три точки. Как тебе такая перспектива? Ган он. Три вопросительных знака. То есть, друзья, ну, естественно, конечно, это меня, например, шокировало. Почему? Потому что Игорь Яковлевич крутой. Понятно, что, еще раз говорю, нервы не железные у всех и так далее. Но, все-таки, человек высокого уровня культуры и так далее. Ну, и мое мнение, мое мнение, при всем уважении, реагировать таким образом, это можно, конечно, списать на плохое настроение, на вот что-то принял на свой счет и так далее. Но, мое мнение, что человек, ну, не имеет права реагировать, любой публичный человек, неважно, крутой это или кто-то другой, таким образом, на комментарии подобного рода. Я не оправдываю этого человека, который написал такой комментарий. Почему? Потому что он тоже, в общем-то, да, нахамил. Шел бы он на хэ с эстрады. Но на то деятели культуры и деятели культуры, чтобы подавать людям пример того, как необходимо общаться, в том числе, с людьми, которые хамят. Да? И, по-моему, все знают, что лучшее, что можно сделать с людьми, которые хамят, просто не реагировать на них никаким образом, ибо зачем опускаться до уровня этих людей. Если вы начинаете с ними дискуссию вступать, вы опускаетесь до их уровня, но я думаю, что это не лучшая перспектива. Не для вас, в первую очередь, не для них. Значит, друзья, я немало удивлен, скажу честно, и, ну, я опешил, еще раз говорю, потому что все-таки здесь присутствуют очень такие жесткие выражения. Я вас накормлю салом, выдам замуж, мы погуляем на вашей свадьбе, светлый образ будет приходить во сне, и, главное, в подъезде каждый раз, когда вы будете в него входить. До встречи, мой дорогой пупсик, как тебе такая перспектива? Ганон. То есть, вы знаете, ну, если бы не телеграм-канал, который все-таки, что называется, ну, они фильтруют информацию достаточно серьезно, и можно было бы подумать, что это просто какая-то фигня, какой-то фейк абсолютнейший. Но я думаю, что скрин и навряд ли бы, то есть, вопрос в чем, если вы в телеграм-канал отправляете какую-то новость, какой-то скрин, они не берут это и публикуют сразу. А нет, как правило, каким-то образом проверяют. И я пару раз что-то пытался отправить, ничего не опубликовали. Но не потому, что материалов много, они смотрят, то есть, у них достаточно такая жесткая штука. И, несмотря на то, что телеграм сам по себе, он достаточно такой либеральный, там можно много информации выкладывать без цензуры, но, тем не менее, вот такие вещи, как правило, они проверяют. Поэтому и написано не Малахов, понимая, что будут это, скорее всего, тиражировать, и, ну, в качестве, что называется, вот, что это они первые увидели. И вот, что они пишут. Минутка культуры общения от 67-летнего народного артиста Игоря Крутого за хейт в соцсетях, композитор в лучших традициях мафиози, угрожает расправой с элементами извращенки к какому-то пенсионеру. Это написано в телеграм-канале. Все-таки воротилы шоу-бизнесы, совсем не такие святоши, как хотят казаться. Но тропа быдла нет, нет, и показывается наружу. Я цитирую телеграм-канал не Малахов. Ну, друзья, интересно ваше мнение, что вы думаете на сей счет. Конечно, могу сказать, что образ Игоря Яковлевича, еще раз скажу, совершенно не вяжется у меня с вот этими выражениями, но, тем не менее, что называется, это написано и никуда не выкинешь. Друзья, напомню, что есть запасной аэродром, что называется, если в случае чего-то, если хотите не потерять связь. Да, это и интересный, в общем-то, канал, насколько я понимаю, из ваших комментариев. Канал запасной, видео-дневник Будда Гришна и самое главное, инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркивая, единичка на латинице, на русском Будда Гришна, три российских флага. С помощью инстаграма вы сможете узнать о каких-то новостях, если что-то случится, узнать, какие резервные каналы и так далее. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, переходите. Кому все равно, не нужно этого делать, но кто не хочет потеряться в случае чего-то, пожалуйста, воспользуйтесь. Это одна минутка, но, кстати, обезопасит вас от того, чтобы мы утратили связь в случае чего. Но удивлен, немало удивлен, друзья. Пишите просто ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до встречи.